В Безводовской школе Кузоватовского района Ульяновской области готовится к 1 сентября. Этот учебный год для 33 учащихся станет особенным. В школе откроется точка роста. Это сеть федеральных центров просвещения цифрового и гуманитарного профилей, нацеленных на формирование современных компетенций и навыков у школьников. В настоящий момент в этом году, значит, научно-техническое направление, технологическое. В нашей школе готовятся три класса – кабинет химии и биологии, кабинет физики и кабинет технологии. В настоящий момент уже заказано оборудование, начинает поступать. Таким образом, кабинеты легким движением нацпроекта образования, по которому и создаются точки роста по всей стране, станут цифровыми лабораториями с современным оборудованием, где дети с 1 по 11 класса смогут моделировать на 3D-принтере, научиться управлять дроном, обучиться игре в шахматы, создать личный медиапроект или сделать собственного робота. Для этого, чтобы все это полноценно работало, в настоящее время учители химии и учители физики прошли курсы по точке роста и планируется, что еще один учитель будет проходить по технологии в августе месяце. То есть к учебному году все пройдут соответствующие курсы и будут готовы к проведению занятий на новом оборудовании. Обычно точки роста имеют единый дизайн. Как правило, в цветовой гамме преобладают красные и серые тона. Школа в Безводовке задаст новый тренд. В приоритете зеленые и бежевые оттенки. И пока в кабинетах идет ремонт, школьники и их родители ждут перемен. Ну ждут, интересно, когда все-таки все сделают, когда откроют, они будут ходить туда, заниматься. Интересно все. Понятное дело, повышает, во-первых, и молодые не будут уезжать с деревень, а будут, наоборот, как бы стремиться жить в сельской местности. Такие центры образования создают на базе школ в селах и малых городах. Сегодня в регионе работает 71 точка роста. Конечный результат – 254 точки к 2024 году. В Кузоватовской школе номер один точка роста открылась в прошлом году. Больше всего популярностью пользуются занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Всего в школе обучается 687 учеников. Первый раз на линейку 1 сентября сюда придут 85 первоклассников. В школе готовятся ко встрече новых и старых учеников. В данный момент в школе проходит косметический ремонт. Это покраска полов, лестничных пролетов, парт, некоторых оконных блоков, которые еще не подлежат замене. Помогают в этом как технический персонал, так и ремонтная бригада школьников, сформированная из 9-10 классников. За каждодневный труд в родной школе старшеклассники в результате получат зарплату. Трудоустройстве на лето подростков способствует Центр занятости населения. По 2-3 часа в день мы здесь работаем. Это получается у нас все разделено по этажам. Нас каждый раз разделяют. И мы выходим в свой класс, там отмываем, там парты, можем даже жвачки отдирать. Так вот каждый день что-то моем, даже дверь красили. В Кузоватовской школе также активно заменяют окна. С начала года здесь установили новые 22 рамы. К 1 сентября поменяют еще 10. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ, из Кузоватовского района.